I have ways of blowing things up. Но некоторые вещи остались без изменений. Это печально. Ладно. Поехали. Не пришел на работу. Ну вот просто так. Он не хочет работать каждый день. Но когда ты его назначаешь на работу, он просто не приходит. Надо его выгнать. Не пришел на работу. Я выздоровел и готов к бою. Надеюсь... Давай, иди сюда, чувак. Надеюсь, с тобой в этот раз все в порядке будет. Я перебрал с выпивкой. Едва ли смогу продолжить. Этого пока не буду. Я вчера ночью приходил домой, увидел, что какие-то парни мне меняют весь санузел. Он не успел. Я челюсть... Теперь вы можете положиться на меня в чем угодно. Даже не сомневайтесь. Отлично. Мы одного из, по-моему, на данный момент нашего лучшего сотрудника переманили, типа, что он нас уважает. Вы мой спаситель. Можете смеяться, но этот туалет словно... Да-да-да-да-да. Курасава. Смена лояльности. Теперь он нам предан. Может, он на работу будет ходить. Смена лояльности. Супер. Бельмонт. Добро пожаловать обратно. Чел, Микки. Чел. Ну, ты просто Микки. Короче, серьезно. Я его не узнал в прошлый раз, когда он ходил в очках. В общем, если ребята ходят по форме, они меня уважают. Если они ходят как хотят, они меня не уважают. Этот бородатый... Так, вот... Вот он себе бороду... Дольче бороду отрастил. Красава. Офигеть! Офигеть! Алиев, оказывается, может выглядеть не как Троцкий. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хм. Ээээ... Махпера тоже меня стал уважать. Вот, этот тоже вернулся на меня уважение с... Он каждый раз какое-то новое говно одевается. А-а-а... Офигеть! 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 Смотрите на Спурлок. Посмотрите, как она стала выглядеть. Она, оказывается, может выглядеть по-человечески, а не как кусок говна. Макперрот причесался... Берч, Алиев... Да, Алиев у нас сейчас самый крутой чувак. Посмотрите, он, оказывается, как хорошо может выглядеть, когда он не раздолбай. Эээ... Сами пусть выбирают. Отлично. Начать день. Я пока так не увидел вот этой фишки, в чем там плюс. Если я буду им раздавать вручную. Может, как-то по их навыкам. Ну, ладно. Нас, по сути, только Валентин... Уставший. А так все в порядке. Итак, сегодня вечером нужно заплатить Фраю. Ээ... Чёрту, Фрая! Кстати, я как раз думал о том, как мне проходить какие-то спецзадания. Если... Там же как... Если человек... Если полицейский не уважает тебя, то он не будет следовать твоим приказам. Он будет делать все, что хочешь. У меня было опасно большое количество людей. Которые не следуют приказам. Но теперь я чувствую себя поспокойнее. Музыка как в джунглях, блин, какая-то. Русская пара активистов освободила свиней, что должны были... А, да-да-да-да-да-да. Там, короче, это... Давайте, я мелочь туда отправлю... Со всякими лузерами. То есть, она не хочет ехать... С теми, кто ниже неё... Она... Она не... Она это... Давайте клинзи туда к ней запихнём. Джексона. Я не помню, что я в прошлый раз сделал. Я вроде как флешку кинул или что-то. Так, босой парень в майке и шортах отнял женщин в сумочку и спокойно вселся в ближайшую лавочку. Алиев, разберись. Новый Алиев. Так, джип на большой скорости выехал в витрину... Уехал в витрину из околок. Из кабины вылезла кровальная женщина. Достала револьвер и расстреляла парикмахера. Теперь она пытается угнать другую машину, чтобы сбежать с места аварии. Обалдеть. Со снайпером поедете, ребят. Она чокнутая. Она уже убила человека. Ранен в ДТП. По предварительным данным, он был пьян. Климзи. Блин, второй раз, чувак. Иди нафиг. Почему? Почему именно пьяный садится за руль? Уже второй раз такое. Игра. Ну, какого черта? Корольная женщина с короткой стрижкой стоит перед дорогой, размахивает револьвером, пытаясь угнать машину. Выстрелить. Она быстро стекла кровью. Отлично. Давай мы тебе, наверное, по скорости дадим немножечко. Итак, босой парень в майке и шортах. Сидит на ладочке, пересчитывает деньги под красы. Под красы к преступнику. Заметил крылучий коп, вот и пытается сбежать. Выстрелить из тазера. Коп оглушил преступника выстрелами из тазера. Оказалось, что у него есть справка о нигде способностей. А вы опекун недавно умер. На тебе скрытность. А то тебя заметили, чувак. Итак, подсудимый по делу об изнасиловании выхватил пристава пистолета и угрожает убить себя, если ему не представить справедливо судебного решения. Угрожает убить себя. Поехали, ребят, разберемся. Арт Климзи. Да, два дня в больнице. Я тебя понял. Секондхенд. Две беременные женщины дерутся из-за пары детских ползунок. Я помню, у меня они, короче, я попытался с ними помягче, они меня прокинули и сбежали. Флетчер, давай, как раз по тебе дело. Супруги залезли в хрипкий деревянный забор и голодные свиньи поджидают внизу. Выстрелить ли воздух, чтобы... Не-не-не, выстрел за... Вот, брось гранату эту флешбеночку. Потому что выстрел за... Я помню, затерялся в хрюке свиней. Я еще офигел с этого. Как может выстрел быть не услышан? Ну ладно. Некоторые свиньи лежат в крови, оглашенные или мертвые, другие разбежались по сторонам с диким визгом. Супруги активистов тяжело оглушили. Они стали... Они стали легкой добычей. Да. Это было правильное решение. На тебе немножечко интеллекта. Давай, Джексон. Может, поумнее будешь. Нэш. Видела, как мы с девчонками крут поработали? Мужики не нужны. Что, блин? Ты еще и феминистка! Иди нафиг. Так, у нас есть... У меня проблема с заготовкой дров. Точнее, проблема в одном принципиальном инспекторе, который... Проблема в инспекторе. Давай-ка я, Джейкоба, к тебе отправлю. Подросток с пистолетом требует отойдемся пожертвования прихожан. Спрингера пошлю просто за компанию. Подросток с пистолета. Может, снайпера с вами? Давай. Подсудимый держит пистолет своего из капиталя. У каждого из нас есть право на справедливый суд. В самом деле, в зале... В зале суда многолюдно. Все испуганы, не решаются сдвинуться с места. эвакуировать. Подсудимый стреляет в потолок. Нет, так дело не поеду, я хочу открыть судебное состояние. Всем оставаться на своих местах. Выстрелить. Кого попал за ценимую грудь, он умер мгновенно. Ну, то есть, человек хотел застрелиться. Мы поехали и застрелили его. Это успех или это провал? Как это считать? Соседи пожаловались на громкие крики и плач. Давай, Розенкранц, поехали. Мне кажется, я сейчас совершил ошибку насчет Розенкранца. Трейлер па... Соседи пожаловались на парня, который выкидывает изоляционный... А, используя шприцы прямо из окна свой трейлер. У нас здесь вообще-то дети играют, разберитесь. Окей. Так, вот, беременные, точно. Для женщины... Та-та-та-та-та-та. Выстрелить воздух, это осторожно разнять. Если осторожно разнять, они ему по ушам дадут. Да вот же еще одна пара. Женщин тут же прекратили драться и поспешили куча одежды, на которую указал коп, и он смог легко арестовать. Да, давай. На тебе немножечко скорости. Харек. Мне нужно... Да, трейлерный... Так, ладно. Выстрелить. Коп попал не в преступника, а стоящего рядом священника. Святой Отец быстро истек кровью преступник воспользовался суматохой и сбежал, прихватив коробку с пожертвованием. Минуточку. Я прошу своего лучшего копа в отделении выстрелить в чувака. Ну, он стреляет в жертву. Ну, блин, просто идеально. Вот второй раз за сегодня. Мне кажется, я хорошо поработал сегодня поеду домой отдохну как следует. Увидимся завтра. Блин. Ну, в принципе, да. Он прав. Трейлер-пак. Соседи пожаловались на парня. Выезжаем к парню. Посмотрим, что можно сделать. Я, кстати, вот этого не помню. Итак. Из открытого окна грязного маленького белого трейлера слышен плачущий детский голос папы. Не надо, папочка. Прости. Дверь трейлера заперта. Выломать дверь. Коп выломал дверь. Внутри трейлера темно и грязно. Всюду стоят бутылки. На пол сидит худой заросший мужчина и лупит маленького мальчика ремнем. Оглушить-то я его не могу. Не могу не тазером оглушить его. Не могу не кинуть гранату в него флешбэнговую. Не могу перцовым баллончиком с ним ничего сделать. Могу только ударить его большим ножом. Ножом в шею тут захлебзал собственную кровь. Мальчик сильно побит, но жить будет. Он сиротой вообще остался, но ладно. На тебе стрельбу на всякий случай. Я переговорил с этим ботаником и внятно пояснил, что полиция держит ситуацию под особым контролем. Его помощь здесь не требуется, больше инспектор на базу не сунется. Ботак довольный на той новости, что взял меня за шкирку и повел его в панику, где как следует Павел давно не чувствовал себя таким полным сил. Спасибо. Отлично. Так. Здесь не подают алкоголь, так подлящий шарпутский узвар. Не, спасибо. Не хочу сейчас тратить деньги. Мне они не нужны. Блин, у меня сегодня два фейла получается за серию. Ну, за это. Так. Окна, окно и двери большого черного трейлера заперты. Наслышно громкую музыку после трейлера. Взломать замок. Давай, чувак. Коп долго и шум накопался. Но не мог взломать замок. Жилец-наркоман увидел полицейского в окно и сбежал через люк в полу трейлера. Отлично. Если бы я знал, что у трейлера есть вот этот люк в полу. А, блин, просто офигенно. Игра не дает тебе не то, что все информации, она даже не дает тебе всех опций, которые были бы хороши. А, пьяная женщина угрожает перочинным ножом подростку, который сидит на лавочке и играет на ки... Хе-хе-хе. Блин. Хе-хе-хе-хе. Хм. Алиев, чувак, надо как-то оправдываться за сегодня. Поехали. Офигеть. Возле разрытой могилы лежит подзрительный мешок большого размера. Че считают, что это может быть боевая ракета. Что, блин? Эм... Да... На... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. На, поехали. 5.30 В прогрессе. Эм... Миссис Крантерц разговаривала с подругой по телефону, слышала на заднем плане холодный мужской голос, угрожающий вырвать язык ради одной минуты тишины, а затем раздался грохот, и связь оборвалась. Волнуется за подругу. Я думаю, что ее просто муж... Он задолбался слушать, как она трындит постоянно. Так, хорошо. Женщина шалела, размахивая перочином ножом, и орет, теперь терпеть не могу романс, они бьют самое сердце. Подросток забрался на лавочку с ногами, взял гитару за гриф и готов отбиваться. Подкрасться сзади и оглушить, она меня ножом пернет. Использовать шокер я не могу, потому что у меня его сейчас, конечно, нет. Когда у меня был шокер, мне его не дали использовать. Подкрасться оглушить. Спасибо. Я знал, что так будет, а у меня других опций не было. Выстрелить женщину. Коп выхватил револьвер, но оказалось, что он забыл зарядить. А что? Блин! Как? Как игра? Как? Объясни мне! Женщина вонесила перочин и нож мальчику в грудь и сбежала подросток умер на месте. Как? Это просто какой-то... Ну, под... Ммм... Это не натягивается ни на какие уши, извините. Мужчина утверждает, что одна из кукол его дочери покрала их дом. Что, блин? Иди, разберись. Алиев сегодня лажает просто по полной ёппарасы. Это вроде как чувак нападения. Все в порядке. Она громко разгорел по телефону и мешала мужу смотреть хоккей и игру по телевизору. В итоге муж разозлился, заорал и вырвал телефонный кабель. Ну, я могу его понять, бедный мужик. Какой бред. Просто, ну, я не знаю, так делать нельзя, так вот, как игра сейчас поступает. Я понимаю, что тут должна быть какая-то нотка подлости, но ёлки-палки. Взъерошный мужчина встречает копов... Допросить, вызвать... Поспешить в детскую. Я помню, там вор был. Да, пойдём, поспешить. Детская, заваленная игрушками и куклами. Возле стен сидит семь больших гномов и белоснежка. Тщательно ощупать каждую. Игрушечный гном в зелёном колпаке оказался переоденным карликом, кусил копа за руку и пытается сбежать. Ударить большим ножом. Мёртвый карлик лежит в луже крови. В детской у копа прокушен большой палец руки. Серьёзно? Человек попал в автомобильную аварию, ему два дня больничных. Большой палец прокушен тоже два дня. Видимо антифон на месте преступления. Супер. Драгоценность на месте преступления. Кстати, я второй видак получил. Музыка. Вы работаете здесь недавно? Так, да, давай, поиграем в картишки сегодня. Подзрительный предмет. Мне казалось бы, в ракете там лежал труп пожилого мужчины, у которого не было денег на пристойные похороны. Ну, в принципе, да. Эти мне считаются как засчитанные? Типа, пришло время, да, забери, подавись, я тебе ничего не знал. Хорошо, мистер Нэш, лесные духи наше спорми, что вы нуждаетесь в помощи. Какая помощь? Иди, иди нафиг, какие восемь, ты чё? Так, это два дня проваляется. У меня сегодня офигеть, какой просто рейд. Хорошо, по один-два дня, и это, но все равно трындец. День, кстати, на этом закончен, много фейлов было, но много хороших вызов. Я надеюсь, что я все-таки в плюс переведу немножечко. Мне кажется, что в прошлый раз вот этот день у нас был настолько насыщенный, что мы его полностью завалили, у нас была куча неотвеченных вызовов. Завершаем день. Погоди, у меня 15. Еще карту. Да, 25, продолжить. 16. Хватит. Он сейчас десятку вытащит, смотри. Подождите, а тут это сколько? 11. Еще карту. 21. Так я победил. Ну, хватит. Мы же в Blackjack играем. 20. Почему при 21 я моментально не побеждаю? это ж, ну, идите нафиг. Это не так играется. 6. Еще. 11. Еще. Я победил. Да, отлично. Дальше. Мы до 4, до 5 играем, я не помню. Сейчас посмотрим. Мне хватит. Да, отлично. До 5, видимо, играем. 17. мне хватит. Хорошо. Принимается. 15. Еще карту. Я проиграю сейчас. Да. Смотрите, когда я проиграл, сразу. Но когда у меня 21, мне не выкидываешь, типа, вы победили. 9. Еще карту. Десятку дай. Десятку дай, пожалуйста. 19. Мне хватит. Хорошие шансы. Да, конечно же. Миночка, тут предустановлено, чтобы я проиграл, что ли, или 15. Но мне хватит. 20. Ну, конечно. Ладно. Все, забейте. Из 4.1 проиграть 5.4 музыка победила. Ну, конечно, он победил. Но я не просто так. Мне шерифом Олесом за небольшую плату служил ему глазами и ушами. Теперь буду вашими. За это я хочу 500 баксов и пиво вудчак каждую неделю. Надеюсь, проблем не будет. Где я тебе найду пиво вудчак каждую неделю? А, это даже не предложение, это просто, это как факт. Всего лишь пятюню дали. За пятюню я даже копа не куплю. Блин, посмотрите на Салливана. Этот утырок такой. Давайте я возьму шокер хотя бы. Я вышел в плюс. Идите нафиг. Так, розенкранца на отдых. Вот эти все. Что это за значок? Что за дохлое животное? А, хорек, типа, это мой стукач будет. Посмотрите на Брэдхи просто трендец. Ну, раненых много, розенкранца на отдых, все остальные поехали работать. Завершаем день, еще один день, давайте отыграем сегодня. Это, по-моему, новая будет катсцена, типа, как ты сегодняшний день ощущаешь, ты говоришь, нормально. Да можно, пожалуйста, катсцену начать уже? Давайте посмотрим, что поменяется. Как ты оценишь свою работу? Ну, да, я в плюс выше. По-моему, она немножечко поменялась, да, если вы будете терять большее сучку взрыва работы в течение 3 дней подряд, Линни, ничего не останется, как вызвать федералов. Да, это был тот самый день завал, когда у нас была куча этих, и многие из сегодняшних вызовов были очень подлыми, очень кривыми, что даже если ты успел на них поехать, ты все равно его просрешь. Ну, я понимаю, чего хотелось добиться игра, чего хотела добиться. Мистер Нэши выздоровел, готов к бою. Отлично, Алиев, давай, приходи, я перебрал с выпивкой, я его, это, Аранович, блин, ладно, продолжить, перебрал с выпивкой, второй алкаш, ну, у меня в принципе, посмотрите на Брэдхи, блин, это каждый день он приходит в новом костюме, тупо, то гусар, то еще какая-то фигня, сами выбирайте, начать день, но в этот раз у нас в прошлый день прошел прям хорошо, мы в плюсе, и эта дуреха может от нас отгрестись, так, тут молодую девушку в длинном белом платье торопливо запихивает в автомобиль какие-то подозрительные веселые люди, это свадьба, я это помню, тут надо мелочи накидать, чтобы они поехали разобрались, отправить, там ничего такого, теперь здесь, я мать-одиночка, я все привыкла делать одна, работать, истехозяйство, так, 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 если с работы зиги вечно решены, вот сейчас нужно показать врачу в рептоне, я ума не приложу, подожди, это кофейня или не кофейня, центральная почта, но вот откладываю визит к врачу, я больше не могу, так что предлагаю сделку, пришлите мне коп, который будет достаточно приветлив, и не распугай всех моих клиентов, пока мы зиги ридном, мне сюда нужно отправить вот эту дуреху, если ее захотят забрать, то пусть она идет нафиг, единственная опора правосудия в Шарфуде, блин, это с лавочкой вот эта фигня, да, если мы поможем, то мы всегда договоримся о тех делах, на, держи, все, всю нижнюю половину населения спихнул на три ненужных вызова, винучку, а тут у нас уже красный, очевидцы сообщают, что молодая девушка в длинном красном шарфелись на верхушку подопорной башни, чтобы покончить с собой, мне кажется, там не самоубийство, там что-то, вы не понимаете, это другое, давай, пусть музыка съездит туда, так, проститутка вызывающим наряд, только что вошла в церковь, мне вариается, совращать прихожан, иди, учитель, там, кстати, не проститутка, там, по-моему, то ли дочь пастора, то ли что-то такое, учитель сообщает о подзрительном мужчине в пальто, который следит за детьми в одыре, вот, вот это нужно, это я в прошлый раз провтыкал, давай, Джекоб, поехали, это, это, это не ложный вызов, это настоящий, похищение, да, девушку никто не похищал, серьезно, кражи невесты, парк имени такого-то, дело сделано, только я немного запуталась с этими трендами, парк нечесть, наша судьи тренд назвали, что ли, было еще как-то верховная судьа тренда, наша выходит, не верховная или как, разве не все судьи верховные, нет, так, три штуки от тренда, спасибо, блин, подкуп от судьи, это, 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 да, мне нужно еще 6 штук где-то найти, так, проститутка, да, оказалась, вот, мистер Нэш, все было отлично, торговля пошла, вот, 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 у меня спурлок забрали, к черту ее, она хоть и поменяла лояльность, она все равно стала, она все равно неадекватная, с этим не поеду, туда не хочу, это не буду, супчика мне дали, 300 баксов мне дали, склад, отлично, да, дайте, так, выйти из машины, подойти к мужчине, в пальто сидит на лавочке, смотрит на школьный двор, выйти и подойти, мужчина видит, кого побежит к своему пикапу, выстрелить, пофиг, вообще пофиг, коп промахнулся, подозреваемый сел в пикап и сумел скрыться, это настолько офигенно, то есть, оно же не дает тебе вообще никакой гарантии, ты говоришь, типа, ну, вот, возьми, выстрели в него, нет, блин, он скрылся, конечно, девушка стоит на краю крыши, она хочет прыгнуть, позволить спрыгнуть, она парашютистка, в рюкзаке у меня оказался парашют, она хотела не покончить с собой, я нервы прыжком с парашют, раскрылся, девушка успешно приземлился, избежала, почему преступник, извините, пожалуйста, что было в этом преступного, то есть, она же не самоубилась, она же никого не убила, она, ну, блин, я не понимаю, почему преступник скрылся, она не преступник, не проститутка, да, дочь этого, это такое, блин, вообще, идите нафиг, серьезно, так, хорошо, на самом деле, было бы идеально, чтобы у меня забрали Мурадяна, но он уже не такой бесполезный, как раньше, а вот эта вот тварь мне очень портила нервы, я бы еще, наверное, от Куросавы избавился бы, если бы он не поменял лояльность, но он не такой тварь, как Спурлок, поэтому, мне в принципе норм, а что, вызовов? В Багдаде все спокойно? А где мне, кстати, не, не хочу, не хочу, надо мне, не считаю, хочу видеосалон, да, кассеты, хорошо, мальчики играли с мячом, случайно попали по припаркованной белой машине, сработали с анализацией, снова выскочил хозяин, схватил одного из ребят, и понес внутрь, этот поедет пьяный, и разобьется, лучше, давайте, берчу отправлю, захват, кихи, кихи, в морг, потребовали вот этим весь запас сыворотки, так, ладно, поехали полным отрядом, со снайпером, все дела как надо, не рискуем, там у меня, кстати, три крутых чувака, которых я отправил, копы приближаются, готовятся, поехали, спенсер, студент медик, я хожу в морг, на практику, чувствую держать скальпель, и не брезгую, запуская руки, в слизкие внутренности, патолагонатом, может, не самая приятная профессия, зато, востребанная, вы, вы видели статистику смертности в шарпуде, учиться, приходится много, и даже по ночам, поэтому я пью кофе галлонами, не успевает, так что, вам кофе, кто рассказать вам, что сходу, да, а, у нас нет кофе, тогда пофиг на него, Муна Сантьяго, у нас нет героина, какие тебе драгоценности, не, иди нафиг, у меня два из трех нету, а третий, мне честно, жаль, ты тварь, отдавай драгоценности, так, Алиев, лучше прячется за небольшими укрытиями, да, повышается шанс, увернуться от выстрелов, да, начинает дальше видеть, да, и, бесшумно открывает закрытую дверь или окно, я думаю, да, так, ты дружочек, это, 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 а у тебя пять, не, у тебя тоже было четыре, да, хорошо, насчет бесшумного открытия двери, так, я думаю, там тебе один бесшумный выстрел, ты у нас, харек, начинаю дальше видеть, хорошо открывает замки, нет, нет, вот стрелок, давай, хорошо, я практически уверен, что я буду утворить всякую дичь, поэтому, полицейст тратит два действия на один точный выстрел, давай тебе вот это, вот это, промахивает, кто в спешке стреляет еще раз, давай вот это, и, вот это, хамелеон, стрелок, вот так, и вот так, а, ну давайте попробуем, что ли, немножечко стрёмно, спасить заложников, не поднимая шум, не поднимая шум, так, у меня есть снайпер, если что, а, тебя просто не выпускают, ну давай вот тут, вот за машиной спрячешься, серьезно, тут целое укрытие, тут полукрытие, вижу, у меня ни на кого нету, в общем, я думаю, что я сейчас раскидаю своих ребят по укрытиям, вот, а потом уже буду, потихонечку переходить, чтобы у меня хоть какой-то visual был, посмотрим, как оно получится, пока что стелсим как можем, а потом уже посмотрим, а почему он может только один ход совершить, потому что пьяный что ли из-за этого, ну то есть серьезно, у него только одно очко действий, так, так, visual у нас два, поднимать тревогу нельзя, я вот этим чуваком сейчас хожу, эту комнату я вижу, там вот эту дверь не вижу, вот это в чем проблема, оттуда может выйти кто угодно сейчас, я бы такой бы, чтобы обошел сейчас, посмотрим, как оно будет, вот там может кто-то выйти, давайте, попробуем рассыпаться, да, да, у нас там еще двое, я не знаю, кто у нас там, это два хода потратит, лучше подбирайся, так, а других опций у меня нету, да, есть, минус один, а потом, подождите, снайпером вот этого я могу снять? Могу, скорее всего, хорошо, то, что они не попадают, вот в таких вот ситуациях, это прям, печально, подходим сюда, еще два, а почему я перестал их видеть, так, Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok да попробуем вот это окно тоже потом если получится его вскрыть о-хо-хо-хо чел прям на подходе давай залазим там вход заблокирован мне туда в принципе то и не надо разве что кто-то будет в котельной так ты у нас ты у нас можешь вскрывать по-тихому да можешь но тебя увидят если подберутся так до этого я не доберусь тут у меня заметит скорее всего давайте попробую до сюда рвануть конец ходов а как мне скипнуть если я хочу только одного чувака скипнуть ход он вот этого заметит если вы убью или нет ты чё делаешь я вообще не это хотел сделать так там их трое да ну его так рисковать стрелять тоже нельзя ножом конечно мне пожалуйста не заметь меня с вот этими тремя как-то надо разрулить я не знаю пока что как это сделать не заметил я собака не туда тыкнул ты чё делаешь ваще я собака не туда тыкнул ты чё делаешь ваще я просто это просто мисклик был ты чё так нельзя нет ни тазер они не фантазера давай попробуем я попробую из снайперки его снять а вдруг снайпера не услышат а и Продолжение следует... Шокера у меня нету, ничего такого нету. Перебираемся сюда. Пожалуйста, пусть выстрел снайпера не услышат. Да, конечно же они слышат выстрел снайпера. Идите просто нафиг. Нет, я сейчас еще раз переиграю. Ну, это тупой мисклик был. Почему? Блин, игра. Так нельзя переиграть, конечно. Это вполне выполнимо. Это вполне нормально. Просто что... Ну, из-за таких вот тупостей каких-то... Почему нельзя хотя бы на ход назад отмотать? Или... Ой, у меня сейчас эта подготовка опять 35 лет. Короче, я не знаю, хочу ли я это вырезать. Буду ли я это все вырезать. Посмотрим. Я... Я... Как по мне, так сидите, страдайте. Хе-хе-хе-хе. Да, короче, снайпером можно пользоваться только в тот момент, когда ты увидишь уже вот того дальнего в задней комнате, который уже расстреливает преступника. Вот тогда, типа, можно снайпером пользоваться. До этого... Эта опция абсолютно недоступна. Тут же вроде нет никого в центральной комнате. Попробуем уродяном туда пойти. Так... Эта потихоньку подползает. У меня... Не так, чтобы было... Так... Подожди. Ты можешь скрывать окна, да? Идешь сюда. Вот там окно вскроешь, тогда зайдете. Бельмонт идет сюда. У него есть вскрывание? Да, есть. Идешь сюда. Видим эти комнаты. Хорошо. Хорошо. В принципе, отлично. Заходим, этого ликвидируем. Так, это кто у нас? Это вот этот. Это вот этот. У него... У него... У него только шокер. Нет. С шокером не хочу, пожалуй. Я не могу отдельного чувака пропустить ход, понимаете? Но... Да, вон их трое. Негатив. Он меня увидит, если я это сейчас сделаю? Вроде нет. Так, у Бельмонта у него есть возможность... Нет, у него... У него только стрельба. Стрельба мне сейчас... Ни к чему. Закрываем. Закрываем. Почему нельзя вот сохраниться в какой-то момент определенный, блин. Так. Тут меня надо ждать, пока он чисто подойдет сюда. Значит, отходим сюда. У тебя есть вскрытие, нет? У тебя есть глушитель. У тебя есть глушитель! Мы можем одного человека просто пристрелить. Если попадем. У тебя есть глушитель. Отлично Прокрадываемся сюда Тот человек меня, наверное, не увидит Я так полагаю, я надеюсь Там я в полном укрытии Видите, оно через раз срабатывает Вот И из-за этого Получаются мисклики Это офигеть как обидно Я не знаю, что в этой комнате Вот что еще опасно Не заметил Не заметил Это даже через окна не может лазить, что ли Пожалуйста, не заметь его Не заметил Серьезно Я не вижу, что в той комнате Да? Вот так вот. Вот так вот. Там еще двое. И там точно еще один есть. Так, но мне надо сюда. Тут еще один и коробка. Там дверь есть или нет? Смежающейся двери вроде нету. Блин, тут чувак максимально просто бесполезен. Он такой ходит. А, шо? Вот так вот. Вот так вот. Ну, потихонечку выносим. Хорошо. Хорошо. Ну, Родян просто терминатор, блин, идет, людей убивает. У нас их три человека осталось, по идее, да? Если сейчас просрать, это будет эпично. Я понимаю. Так, сейчас я сюда никак не попаду. Бежим в эту сторону. Бежим сюда. Да, барахло мне не повредит. Родян. Тут, по крайней мере, я уверен, что эта часть зачищена, поэтому... Тут у нас фулл кавер, смотри. У меня не тазера, ничего такого нету. Между стульчиками фулл кавер, неплохо. Это хамелеон так действует? Вот. Вот следующий ход я его убиваю, все. Хамелеон. Стransrian. Последнего чувака надо будет эпично снять из снайпы. Да, бежать он с коробкой не может. Ну, в принципе, такое. Мочим его. Мне надо подойти сюда, чтобы увидеть последнего чела. А он там явно последний. Ну, надо просто, наверное, подпривыкнуть к тому, насколько здесь иногда бывают глухие и слепые преступники. Чтобы потом не удивляться, что можно вот так вот у них перед носом пройти, и они тебя не заметят. Один, да? Один. Это как раз та тварь, которая мне постоянно портила жизнь. Он же там один, я надеюсь. Тут никого больше нету. Все, пройдено. Елки. Ну, ну, блин, реально, один раз, ладно, лажанули, но второй раз это было просто тупо из-за мисклика. И, так, таблетки, таблетки, на тебе скорость. Скрытность. Хамелеончика, отлично. Все получат сейчас поперку себе. На тебе тоже скрытность. Просто реально скрытность в этот раз... Блин, я не то. Ну, ладно. Скрытность зарешала. Как мальчишка кричит, мистер, пожалуйста, не нужно. Ударь, поверь. Зайти в дом. Зашел в дом. Та-та-та-та-та, используй шокер. Заломать, ударить преступника большим ножом. Давай, чувак. Ну, конечно, чувак защищал просто свою машину, но он получил большим ножом в горло, потому что других инструментов у нас не осталось. Берч. Третий. Ну что, до часа у нас больше ничего не будет? Сегодня много лажи было, но вот выезд на большую операцию нам затащил немножечко. Посмотрим, что нам по поинтам. По поинт, по поинт, поинт. Девять? Подождите, а за операцию... Блин, смотрите, Стокман какой крутой человек. Перцовый тазер. Новых чуваков не получается нанимать уже второй день подряд. Хотя мы в плюсе. Так. Алиев отдыхать. Третий отдыхать. Курасава перестал выеживаться, что он не будет работать каждый день. Красавчик. Гляньте, жизнь ему чему-то научила. Завершаем день. Посмотрим, в чем Брэдхи завтра придет. Так, подождите, мы это видели? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как это все затянуто? Просто не по-человечески. А, это на меня сейчас нападут, типа, да? Ясно, это мы видели, это фигня. Чекпоинт. Все, ребятки, 1 декабря. На этом будем этот день, эти два дня заканчивать. Немножко затянуто получилось, да? Пришлось пару раз переиграть. Но, пожалуй, я не буду это вырезать. Потому что вы видели контекст. И то, как это все происходит. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, поправа. Всем молодушек. Всем пока. Да. Субтитры сделал DimaTorzok